Газа, нефти нет, залежей природных богатств тоже нет, зато есть потенциал. Именно с этой мысли стартовал областной день предпринимателя. В Олимпии собрались представители бизнеса со всех уголков региона, чтобы познакомиться, похвастаться достижениями и, конечно, обсудить проблемы. Что можно сказать о нашем бизнесе, о малом бизнесе, о среднем вредальных предпринимателях? За последний год мы приросли по количеству на 5%. И на сегодняшний день на территории региона трудится более 43 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Безусловно, это налоги, это рабочие места. 22% жителей региона трудятся на предприятиях МСП. Семья Терентьевых из деревни Есюниха Ивановского района развивает в регионе сельское хозяйство. В поголовье – коровы, козы, кролики. Есть свое производство и магазин, в котором товары сбывают. Живется нелегко в сети не выйти из-за высоких цен на фермерские продукты. «Определенно ценник получается выше. Это понятно из-за того, что все-таки корма дорогие. Мы от всего зависим, от кормов и от горючего, потому что мы же сами же и сажаем эти корма. У нас, естественно, все натуральное, без всяких добавок. Ради этого мы когда-то и затеяли это фермерское хозяйство. Ради того, чтобы наши дети кушали настоящее мясо, настоящее молоко пили. И мы можем этим похвалиться». Компания «Крепыш» на Ивановском рынке всего год. Специалисты устанавливают безопасные и качественные детские площадки. Укрепиться в городе непросто – высока конкуренция. Очень помогает участие в тендерах на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Во-первых, они безопасны. Во-вторых, они полностью соответствуют ГОСТу, Санпину. То есть это травма безопасная. Это все для детей». Ежегодно в выставке принимают участие более ста компаний. Поток гостей растет из года в год. За день здесь проходит до пяти тысяч посетителей. Здесь можно попробовать продукцию, поучаствовать в мастер-классах. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.